Сахарный диабет И приносит колоссальное количество осложнений, тяжелых осложнений, в результате которых люди становятся инвалидами, рано теряют трудоспособность И в результате это колоссальный урон населению, как для каждого человека в его семье, так и с точки зрения производства, работы, заработка Сахарный диабет связан напрямую с питанием Пожалуй, ни одно заболевание так не связано с питанием, как сахарный диабет Все в нашем мире движется Энергия движения постоянно Рождаются новые звезды День сменяет ночь Весна сменяет лето Каждый день на планете рождаются новые жизни, новый человек И все это течение энергии, все эти процессы требуют энергообмена Для человека так уж получилось, что основным источником энергии является пища И если говорить об энергообмене человека, то в первую очередь мы берем энергию из углеводов Недаром они занимают порядка 60% нашего питания Потребляя углеводы, мы расщепляем их до простых сахаров, глюкозы И глюкоза, поступая в клетки, сжигается И таким образом у нас образуется энергия Энергия для того, чтобы поддерживать нашу жизнедеятельность Но если нам не хватает глюкозы Наш основной строительный материал, белки Идут на то, чтобы расщеплять, сжигать и давать нам энергию И есть третий вид питания, это жиры Жиры, которые используются нашим организмом только в крайнем случае Это наша НЗ Что же такое сахарный диабет? Сахарный диабет это заболевание, при котором нарушается обмен веществ В первую очередь углеводов И в результате недостатка инсулина Или отсутствие чувствительности к инсулину клеток Глюкоза не поступает в клетки И в результате у нас с вами недостаток энергии Нарушение углеводного обвена влечет за собой и нарушение белкового и жирового обмена В результате человек ощущает слабость Быструю утомляемость, сонливость Сонливость, быстро худеет Появляется колоссальная жажда Человек много пьет и теряет большое количество мочи Недаром сахарный диабет еще называют сахарным мочеизнурением Почему это все происходит, мы сейчас об этом поговорим Как протекают эти процессы Дело в том, что сахарный диабет существует двух видов Инсулин, зависимый сахарный диабет Напрямую зависит от того, что в нашем организме недостаточно или вообще не вырабатывается инсулин Давайте поговорим, что это за вещество такое волшебное Почему мы так от него зависим Инсулин вырабатывается поджелудочной железой Вот поджелудочная железа, она здесь расположена Такая гибкая пантера Она расположилась в подкове счастья Двенадцатиперстная кишка образует подкову Вот здесь разлеглась эта пантера Длинный ее хвост уходит в левое подреберье И это орган, который вырабатывает ферменты Ферменты, способствующие расщеплению белков, жиров, углеводов до мельчайших составляющих Белки до аминокислот, жиры до жирных кислот, углеводы до простых сахаров Но есть в поджелудочной железе и волшебные островки Островки Лангерганса Именно они вырабатывают инсулин Инсулин в нашем организме работает как проводник Соединяясь с глюкозой Только благодаря этому соединению эти вещества поступают в клетку Если инсулина недостаточно То глюкозу-то мы съели Углеводы мы съели Накопили глюкозу Но она не может попасть в клетки И тогда у нас в крови появляется избыточное количество сахара Если говорить о обмене веществ То что происходит с человеком, когда у него избыточное количество сахара в крови? Здесь нужно знать некоторые тайны Дело в том, что у нас с вами есть инсулин-зависимые органы И инсулин-независимые органы К инсулин-зависимым органам относятся печень и мышечная маскулатура Именно эти органы нуждаются в инсулине Чтобы в них внутрь попали углеводы глюкоза Но есть инсулин-независимые органы Это мозг Это сердце Это почки И главное Сосуды Артериальные сосуды наши Сюда без инсулина глюкоза может попасть Если у человека развивается инсулин-зависимый сахарный диабет Почему? Откуда вот это несчастье сваливается на нас с вами? Причин называют много, но чаще всего ученые приходят к этому выводу Первая причина это инфекционные заболевания В первую очередь вирусные инфекционные заболевания У нас в Одессе работает медицинский центр И уже достаточно большое количество больных с сахарным диабетом первого типа Мы диагностировали И находим у них в крови вирусы В частности вирус свинки Или вирус паротита И другие виды вирусов Вирус поражая весь организм Особенно устремляется в паренхематозные органы И поджелудочную железу И здесь начинает разрушать островки Лангерганса Но поскольку поражаются все органы и ткани Поражается и иммунная система И вот здесь происходит печальное событие Иммунная система перестает узнавать Мои или не мои клетки Ведь основная задача иммунной системы Бороться со всем чужеродным Но вирус, соединяясь с клетками поджелудочной железы Начинает обманывать иммунную систему И она воспринимает свою собственную ткань как чужую И развивается аутоиммунный процесс Чаще всего с сахарным диабетом первого типа Или инсулинозависимым Болеют молодые люди Очень часто дети И люди до 30 лет И, к сожалению, поскольку выработка инсулина нарушена Его недостаточно А иногда вообще прекращается То другого лечения, как инсулино-лечения Для этих пациентов нет Сопутствующие продукты, которые могут поддержать Улучшить состояние, нормализовать обмен веществ Очень много они у нас есть И мы сегодня о них поговорим А вот что такое сахарный диабет второго типа Или инсулиннезависимый сахарный диабет Чаще всего он развивается в возрасте после 40 лет И чаще всего на фоне ожирения На фоне избыточного веса И вот тут оказывается, что 85% пациентов больных с сахарным диабетом Это больные с сахарным диабетом второго типа Давайте прервемся на секундочку Продолжаем Итак, сахарный диабет второго типа Или инсулиннезависимый сахарный диабет А что в этом случае происходит? На фоне повышенного веса Но я вам открою больше секрет На фоне постоянной перегрузки печени Организм перестает воспринимать свой собственный инсулин И у таких больных инсулина вырабатывается достаточно Его достаточное количество вырабатывается Но печень и скелетная мускулатура не воспринимают свой инсулин И в результате Один и тот же результат Повышенное содержание углеводов в крови Повышенное содержание сахара крови И в этот момент Инсулиннезависимые органы Объедаются углеводами А инсулинзависимые испытывают тяжкий голод Наш мозг объедается углеводами Сердце Почки Хрусталик Сосуды Но когда эти органы объедаются углеводами Вырабатывается сорбит А это вещество, которое имеет тягу к воде Гидрофильное вещество, поглощающее большое количество воды И развивается внутренний отек Развивается внутренний отек Нарушается микроциркуляция Мелкие кровоизлияния Рубцы Нарушения Функций Ведь сахарный диабет опасен своими осложнениями Я сегодня не буду говорить о коме Кома Это самое грозное осложнение Сахарного диабета Но и лечить ее И диагностировать должны врачи И все больные сахарным диабетом Проходят школу Как им теперь жить И проходят И обучаются Как распознавать первые признаки Гипогликемической или гипергликемической комы Но самые обычные Самые частые Самые инвалидизирующие Осложнения сахарного диабета Это Макро- и микроангиопатии А проще говоря Атеросклероз У больных с сахарным диабетом Как ни у кого Очень быстро развивается Атеросклероз сосудов Сосудов сердца И вот вам осложнение инфаркта Сосудов мозга И вот вам осложнение Инсульты Сосудов Глазного дна И наступает Потеря зрения Слепота Сосудов конечностей И наступает Облитерирующий атеросклероз Нижних конечностей С тяжелыми осложнениями В виде гангрены Смотрите Как много осложнений Связаны только с одним Неконтролируемый Нерегулируемый Повышенный уровень Глюкозы в крови Что же нужно делать Больным с сахарным диабетом Для того чтобы Предохранить себя От тяжких осложнений Это правомочный вопрос Но давайте мы сегодня С вами поговорим О сахарном диабете До того Как он у нас вообще возник И поэтому наша с вами задача Поговорить о Первое Профилактики Сахарного диабета Гораздо дешевле И эффективнее Заниматься профилактикой Как сказала Донна Бах 100 грамм профилактики Стоит гораздо больше Чем килограмм лечения Поэтому наша с вами цель Передать эту информацию Всем абсолютно людям Для того чтобы они Не заболели Сахарным диабетом Вторая задача Как справиться с сахарным диабетом Второго типа Ибо сахарный диабет Первого типа Нуждается в коррекции инсулина Более того А как распознать У нас сахарный диабет Первого или второго типа Это очень важный вопрос Потому что если у пациентов Сахарный диабет второго типа То есть инсулина у них достаточно А их сажают на инсулин То что со временем происходит Наши органы так устроены Замечательно Что если мы работаем вместо них Они атрофируются Если вы лежите на диване Неделю, месяц, год То потом ваши мышцы Вообще отказываются работать Они атрофировались Точно так же органы Внутренней секреции Если мы вместо них работаем Они постепенно перестают Сами вырабатывать гормоны И в частности поджелудочная железа Перестает вырабатывать инсулин И таким образом Лечение, которое как бы Должно помогать пациенту Приводит его к инсулинзависимости Ежедневные инъекции инсулин Поэтому наша с вами задача Распознать Сахарный диабет первого и второго типа И помочь пациентам С сахарным диабетом второго типа Ну и наконец Для всех пациентам Страдающим с сахарным диабетом Наша с вами задача Предложить программу По профилактике Тяжелых осложнений Поражение сосудов И наконец Есть еще один важный вопрос Если мы с вами пропустили момент Человек о сахарном диабете Иногда узнает совершенно случайно О сахарном диабете второго типа Потому что он развивается Исподволь постепенно И первыми кто об этом догадываются Как ни странно Это стоматологи и косметологи Или хирурги Потому что когда в крови Большое количество сахара Это чудесная пища для бактерий Они тут начинают резвиться Говорят спасибо дорогой товарищ За хорошее питание Размножается И у человека появляется Фурункулез на ровном месте Более того Очень частое осложнение Это парадонтоз Больные с сахарным диабетом Прогрессивно теряют зубы Парадонт это тоже ткань Инсулин независимая Опять же развивается Отек, поражение сосудов Нарушение обмена веществ И к сожалению Люди теряют зубы И если вы не хотите потерять свои зубы И потом разговаривать Доставая челюсть из стаканчиков То об этом нужно думать Задолго до того Как эти проблемы возникли И наконец Ну косметологи тоже очень часто Видят дефекты кожи В виде угреватой сыпи Но если человек начинает резко худеть Причем многие полные люди Сначала воспринимают это как благо О, стал стройнее Похудела Наконец влезла в платье Которое пошила лет 10 тому назад Но только это похудение Сопровождается слабостью Сонливостью Раздражительностью Дикой жаждой И мочеизнурением Когда в нашем организме Глюкоза поступает То что происходит В обмене глюкозы? Глюкоза сразу сжигается Это быстрая энергия Если мы поели больше У нас остался остаток То печень и мышечная мускулатура Накапливают Небольшой склад В виде глюкогена Глюкоген используется За 24 часа Потому что если мы с вами Не двигаемся Не разговариваем Не думаем А просто лежим И спим Но во время сна Мы видим сны Это тоже требует какой-то энергии И мышцы наши полностью Не расслабились Они поддерживают тонус Это тоже требует энергии Вот для этого и нужна Нужны запасы гликогена Чтобы их использовать В тот момент Когда мы не поели Давно поели Уже всю глюкозу Расстратили Теперь из депо гликогена Мы это все Активно Вымываем Но если мы продолжаем Есть Если у нас избыток Глюкозы Депо гликогена Заполнены Гликоген начинает Преобразовываться В жир И начинаем мы Накапливать Свои жировые Накопления Так вот у больных С сахарным диабетом Когда им не хватает энергии Потому что глюкоза Не поступает в клетки Сначала сжигаются белки Потом начинают Сжигаться жиры А жиры сжигаются И сопровождается Этот процесс Кетоацидозом Закислением Вот Что мы можем сделать Так это помочь Нормализовать Гомеостаз Вернуть обменные процессы На свое место Бороться С закислением Вот видите Как много у нас С вами задач Целей И каким образом Мы можем Помочь Этому Проблема первая Профилактика Профилактика Сахарного диабета Включает в себя Нормальный обмен Веществ Борьба с избыточным весом И регулярное очищение Для того, чтобы нормализовать Свой вес Я думаю, что не открою вам Великой тайны Если скажу Нормализовать вес Можно только Соединив Несколько Методик Несколько путей Первое Это Правильное питание Если говорить о правильном питании То Очень многие люди Стараются похудеть Следующим образом Я сегодня вообще ничего есть не буду И завтра ничего есть не буду И послезавтра ничего есть не буду Я держу голодовку Пять дней Три дня Двадцать дней В это время В организме Начинаются Сжигаться Точно так же Углеводы Белки Жиры Но наш организм научен Как только мы начинаем есть Он начинает в первую очередь Откладывать в депо Сейчас завтра Она со мной снова так пошутит И мне поэтому Надо больше запастись И кто из вас пробовал Голодал-голодал В результате Как только начал есть Поправился еще больше Чем похудел Поэтому правильное питание Это дробное Частое питание Четыре-шесть раз в сутки Но если я говорю питание То яблоко Это тоже один прием пищи Кефир Это тоже один прием пищи Три основных приема пищи И два-три перекуса Небольших Ну правда Если во время этих перекусов Вы будете есть гамбургеры Макдональдсы И прочие вещи Здоровья я вам не обещаю Следующее Правило Питания Это Небольшой объем Вот Зажмите свой кулак Вот это тот объем Который Оптимален Для вас Оптимален На один прием пищи А у нас с вами Какая привычка Вот такая тарелка Растянуть желудок Нагрузить поджелудочную железу Она тут с ног сбивается Вырабатывает ферменты Их не хватает Не все допереваривается И белковые остатки Застревают у нас В толстом кишечнике Начинаются процессы Гниения Брожения Выделяются такие яды Как Меркаптан Индикан Тяжко повреждающие Поджелудочную железу И мы себе готовим почву Для сахарного диабет Для сахарного диабета Поэтому Дробное И небольшими порциями питания Ну и наконец Вы наверняка все слышали О раздельном питании Я не буду сегодня читать лекцию На эту тему Но только напомню Что раздельное питание Может быть очень вкусным А главное Очень полезным Поэтому Пора С нашей традицией Вареники с мясом Беляши с мясом Или котлеты с картошкой От этих Вкусно Вкусно Особенно если приучить Ребенка с детства А вы знаете Что причина ожирения Очень часто говорят Что сахарный диабет Второго типа Как бы по наследству Передается Почему по наследству В 40 лет проявляется А не в 18 На самом деле Это семейная традиция Неправильного питания Организм наш борется Сколько может И уже к 40 годам Когда мы в кишечнике Носим От 5 до 20 Килограмм безобразий Печень начинает сдавать И у нас развивается Сахарный диабет Второго типа Итак Правильное питание И наконец Четвертый вопрос В питании Очень важный Это полноценное питание Американцы себя называют Нацией голодающих обжор Я так думаю Что Мы тоже можем Себя так смело назвать Даже несмотря на Кризисы И отсутствие денег На которые все жалуются Но привычка Есть огромными порциями Много и все подряд Она сохраняется И поглощает кучу денег Но вопрос в том Что мы не получаем Все необходимые Минеральные вещества Витамины Микроэлементы Необходимые нам Для обмена веществ Вот поэтому В профилактику Мы с вами запишем Полноценное С точки зрения Ценности пищи Питания И наконец Пятый и главный вопрос Это очищение Регулярное очищение Кишечника Печени Почек Крови Лимфы Поэтому Начиная с 16 лет Один-два раза в год Нужно проводить Глубокую очистку Кишечника И этот продукт Который сегодня Мы с вами еще раз Вспомним Наш любимый продукт Кола-ВАДА Программа очищения Программа очищения Была составлена Доктором Альбертом Зером На основе анализа Более 40 Различных Очистительных программ И в отличие от всех Программ Здесь есть то Чего я не нашла У других Во-первых Она поэтапно Состоит из трех этапов Во-вторых Она физиологична И в-третьих Она максимально продумана Первый этап Включает в себя Утром и вечером 10 таблеток И капсул Которые вы Выпиваете Запивая большим количеством воды И вот что отличает Программу Кола-ВАДА От всех Первое Здесь есть Глистогонные средства Знаете ли вы Что по данным Американских медиков А также Королевская медицинская Академия Великобритании Сегодня в мире Идет тихая Эпидемия Эпидемия Глистной инвазии Глисты 85% населения Страдают глистами Об этом даже Зачастую Не догадываясь И вся Беда состоит в том Что Основная цель Паразитов Устроится так Чтобы мы их не заметили Но питаются они Лучше нас с вами Они выбирают Самые полезные вещества А мы тут с вами Мандарины Апельсины Надеясь Получить витамин С А они как раз И употребляют Все те полезные вещества Которые мы С вами так надеялись Дать своему организму Кроме всего прочего Они очень быстро Размножаются Самка рыбьего глиста Откладывает Один миллион яиц За один раз Которые распространяются По всем органам И тканям И используя Питательные продукты Нашего организма Клетки нашего организма Они выделяют Свои собственные отходы Яды И отравляют нас Программа Калавада Включает в себя Глистогонные средства Второе Что делает Программа Калавада Это Способствует Тому Чтобы мы Убрали Все Недопереваренные Белковые Остатки Убрали почву Для брожения И гниения Для образования Ядов Поэтому сюда Входят Вещества Повышающие Моторику Кишечника Желчегонные Средства И целый ряд Средств Способствующие Очищению Кишечника И желчного Пузыря Более того Даже если Мы все Почистили То Оказывается Что Этого Мало Нам нужно Сбалансированное Полноценное Питание Витамины Микроэлементы Это обязательно Должно Входить В программу Очищения И все Это есть В Калаваде И наконец Здесь есть Пробиотики Знаете Я часто Сравниваю Калаваду С такой Ситуацией К вам В дом Явились Непрошенные Гости Развязно Нахально Себя ведут Оставляют Кучу Мусора Вообще Дебоширят Для того Чтобы Вернуть Свой дом В нормальный Порядок Что вам Нужно Сделать Вам нужен Вышибало Потом Вам нужен Группа Уборщиков Которые Соберут Всю грязь За ними Потом Вам нужен Пылесос Что-нибудь Типа Рейнбол Потом Вам нужно Посадить Цветы По газонам Чтобы все Это как-то Вернуть В обиталище Живое Так вот Вышибало Это Глистогонные Средства Средства Способствующие Очищению Кишечника Это та Самая Группа Которая Убрала Все Крупные Мусорные Завалы Потом Микроэлементы Витамины Которые Способствуют Очищению И Наконец Пробиотики Цветы жизни Без которых Нам достаточно Плохо жить Ведь Дисбактериозом Страдает Не то что Каждый второй Зачастую Гораздо чаще И вот Таким образом Первая часть Программы Калавада Помогает нам Справиться С проблемами Интоксикации Пробиотики В свою очередь Не оселятся В грязной Среде Кроме всего Прочего Пробиотики Защищают Нас Они Выделяют Иммуноглобулины Способствующие Защите От различных Инфекций И в том числе От глистов И простейших От дрожжевой Инфекции И Наконец Сюда же Входит Питание Для наших Пробиотиков Вы представляете Вы посадили В доме Цветы И забыли Их полить Как быстро Они у вас Засохнут Точно так же Наши пробиотики Нуждаются в пище И пищей для них Является клетчатка И сюда входит Люцерны И целый ряд трав Которые и поставляют Вот это питательное вещество Для пробиотиков Вторая часть программы Глина 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 Которая Которая Является Мощнейшим Адсорбентом И когда мы пьем Этот порошок То мы выгребаем Из всех Закоулков Толстого кишечника Недопереваренные Остатки Но главное Мы очищаем Наш организм Начиная с ротовой полости Желудка Собирая Всю слизь Желудка И тонкого кишечника И вот здесь Есть особенность Напишите Почеркните И три восклицательных знака Больные С сахарным диабетом Не голодают Когда Принимают Вторую часть Программы Калавада Они должны Принимать Легко усваиваемую Пищу Желательно Растительную Пищу Можно каши В небольших Объемах Но больным С сахарным диабетом Голодать нельзя А поскольку Мы пока что Говорим о профилактике То люди Не страдающие С сахарным диабетом Ничего не едят В эти Четыре дня Зато Выпивают этот коктейль Я вам хочу сказать Люди по-разному Ему воспринимают Некоторые говорят Боже, как вкусно Некоторые говорят Гадость смертельная Для того, чтобы Это легче переносилось Пожалуйста Вы высыпаете пакетик В сок Быстро размешали Сразу Выпили Потому что он Разбухает Заполняя Весь желудок И собирая на себя Всю слизь и яды Еще с желудка Но у нас с вами Ощущение, что я поел И чувства голода нет И наконец Программа Калавада Еще и потому Восхищает меня Что после того Что мы с вами Не ели Или ограниченно питались Первый день Первый день Это фрукты и овощи Не грубая клетчатка Протертая Можно овощные супы Второй день Это овощи, фрукты и каши Лучше всего гречневая и овсяная И третий день Это уже обычное наше с вами питание Но я думаю Все те, кто прошли Калаваду отлично знают Что после Калавады Жареного, жирного Не хочется Но возрастает потребность В живой пище Фрукты, овощи Живые, сырые Это оптимальная пища Для нас с вами Что же происходит Когда мы выпили Калаваду Мы настолько мощно Очищаем кишечник Что разгружаем печень и почки Разгружаем кожу И даем нормальную чистую воду Нашему организму Потому что вода всасывается Из толстого кишечника Если стеночки тоненькие Не завалены шлаками То мы получаем чистую воду Вот В первую очередь Реагирует на это нервная система Улучшается сон Появляется масса энергии Улучшается память У нас есть наблюдение Пациентка с синдромом Альцгеймера Вот все, кто злоупотребляют Макдональдсом И вообще Фастфуд так называемая Быстрая пища Легко плавящиеся сыры Такие, знаете, в мелких пакетиках Поскольку в технологии Используются алюминий То с возрастом Можно заработать себе Синдром Альцгеймера Когда вы не узнаете родственников Когда вы забываете выключить Воду и газ И не помните вообще ничего Так вот у нас больная С синдромом Альцгеймера Пропив программу Калавада Сын пришел и сказал Спасибо, вы ее вылечили Она помнит все, что было Три дня, четыре дня назад Конечно, не вылечили Но настолько разгрузили Насколько могли И в результате мозг Все-таки стал работать лучше Благодарно очень реагирует кожа Уходят высыпания Прыщи и прочие неприятности И главное Меняется запах кожи Уходит неприятный запах Нормализуется давление Очень многие пациенты Отмечают, что Повышенное давление У них стабилизировалось Возвращается к нормальным цифрам Более того, они уходят От таблеток, снижающих давление Больные с сахарным диабетом Это отдельная тема Больные с сахарным диабетом Без приема лекарств Сахароснижающих таблеток Возвращаются на нормальные цифры сахара Сейчас мы с вами разберем Какой методике надо придерживаться Чтобы не нанести вреда Но если больной пропив С больной с сахарным диабетом Пропив калаваду У него цифры сахара Не снижаются достаточно Не становятся нормальными У нас с вами есть большое подозрение Что это сахарный диабет Инсулин зависимый И тогда обязательно Консультация эндокринолога Наблюдение у эндокринолога И борьба с повышенным уровнем сахара в крови Очень часто больные беспечны Они считают, что если сахар крови небольшой 7-8 до 10 Ну так это не страшно Они адаптировались Они и жажды-то особо могут не испытывать Ну чуть-чуть больше, чем обычно пьют И мочи у них как бы не так много Как при тяжелой форме сахарного диабета Но это глубочайшее заблуждение Потому что если сахар крови поддерживается На слегка повышенном уровне Это заканчивается Тяжким поражением сосудов Атеросклерозом И потом наступает осложнение Слепота, инфаркты, инсульты Облитерирующий склероз сосудов ног Поражение почек Калавада Прямо показана для профилактики Поскольку мы разгружаем печень Она начинает работать нормально И справляется С всеми проблемами Которые у нас возникают В процессе жизнедеятельности Для того, чтобы очищение шло Полностью Высокоэффективно Запивать Калаваду Нужно продуктом Который называется Алкомайн Или Коралловая вода Кораллы санга Единственные Из двух с половиной тысяч Видов коралла Которые имеют строение Пропорциональное соотношение Минеральных веществ Абсолютно идентичное Строению кости человека Но Главная особенность Коралловой воды Состоит в следующем Вот здесь вот шесть пакетов И в каждом Извините Пять пакетов В каждом таком пакете Находится один пакетик Кораллов Песка кораллова Кораллов санга Вот это Пакетик Кораллов санга Мы его бросаем В полторы литра воды Не разрывая пакет Бросаем в полторы литра воды Закрываем герметично И через пять минут Мы получаем с вами Волшебную воду В чем же состоит особенность Ну во-первых В течении Семи Тире десяти секунд Связывается хлор А хлор является Для нас Мощнейшим ядом Особенно органический хлор Те примеси Которые существуют В воде А чистую воду У вас в Москве Так же как собственно В любом городе Советского Союза С каждым днем найти Все проблематичнее Скажите Кто из вас Защищает себя Каким образом Кто из вас Пользуется родниковой водой Поднимите руки Не пользуемся Кипятим воду Кипятим Не могу поздравить Потому что при кипячении Вода меняет Во-первых Свою структуру Во-вторых Минеральные вещества Выпадают в осадок В-третьих Нитраты Переходят в нитриты Кто из вас Пользуется фильтрами Основная масса Пользуется фильтрами Маленькая подсказка Если ваши фильтры Имеют индикатор Говорящий о том Что картридж Уже переполнен И надо его сменить В этом случае Вы сделали Правильный выбор Своей жизни Если же у вас Нет индикатора Картриджа То очень может быть Что наступает Такой момент Картридж переполнен И однажды Набрав кружку воды Вы получаете Отравление Потому что Все то что собралось В картридже Прорывает вам Прямо в стакан Поэтому фильтры Нужны С индикаторами Да Кто из вас Пользуется талой водой Кстати Одна из лучших Методик Очищения воды Это заморозка И разморозка воды Но что делает Коралловый Песок Это удивительно Это фантастика Дело в том Что добавленный К воде Он не только Обезвреживает воду Не только Делает ее безопасной Кстати Сюда входит Один миллиграмм серебра И это борьба С инфекционными Возбудителями В воде Но дело еще И в том Что вода Становится А Щелочной Что особенно важно У больных С сахарным диабетом Вода становится Антиоксидантной Ее заряд Меняется С положительного На отрицательный Вы все Наверное Знаете Живая мертвая вода Мертвая положительно Заряжена Хорошо к экранам Прикладывать Живая вода Щелочная Отрицательно Заряженная Нормализует Наш гомеостаз Так вот Вода становится Живой Щелочной И содержит Все микроэлементы Которые необходимы Человеку И даже употребление Одной коралловой воды Давало эффект У больных с сахарным диабетом Второго типа Положительный Вот пока они пьют Эту воду У них Снижается уровень Сахара И поддерживается На невысоких цифрах Но мы с вами Прекрасно понимаем Что переводить продукт Не очистив Завалы в кишечнике И печени Бесполезно Как бы Неэкономная Затрата денег Когда мы пьем Калаваду Мы используем Полтора Литра воды Два литра воды В день При приеме Калавады И еще один продукт Сразу же В этот период Нужно добавить Этот продукт Называется Кристаллическая энергия Кристаллическая энергия Это продукт За который Его автор Патрик Фланаган Представлен К Нобелевской премии В 94 году Я вам привезла Фотографии Что делает Кристаллическая энергия С водой Вот эта вода Наша обычная Кто из вас В школе Изучал Брауновское движение Помните Как выглядит Хаотическое Беспорядочное движение А вот это Та же самая вода Куда Добавлено 8 капель Кристаллической энергии На стакан Она меняет Свою структуру И она становится Похожа На снежинку Эти снимки Сделали В Киеве В Академии И когда Сделали эти снимки Профессор Гидробиолог Сказал Боже Ребята Вы не понимаете Что у вас в руках У вас в руках Просто взрыв Фантастика Что же делает Кристаллическая энергия С водой Меняет ее структуру И снижает Поверхностное натяжение Дело в том Что вода Которую мы пьем Не очень сырая Не очень мокрая Ее поверхностное натяжение 75 дин на сантиметр А в клетке 43 И в результате Мы либо не получаем воду Либо мы должны затратить Большое количество энергии А у больных с сахарным диабетом Ее и так мало Так вот Когда мы добавляем 8-10 капель Кристаллической энергии На стакан Любой Жидкости Которую вы пьете За исключением Алкоголя У водки И так 20 дин на сантиметр Поверхностное натяжение Именно поэтому Она так быстрее всего попадает Особенно на голодный желудок Прямо из желудка Сасывается Так вот Когда мы добавляем Кристаллическую энергию В воду Что происходит Мы даем клеткам Напиться Питательные вещества Лучше поступают В клетку И В-третьих Главное Токсины Яды Продукты обмена Легко выводятся Из клетки Вот это Необходимо Для очищения Клеток С какой бы целью Вы не пили Кристаллическую энергию Она всегда Сделает Одну и ту же работу Она напоит Ваши клетки И она поможет Вам очистить Их от завалов Кроме всего прочего Кристаллическая энергия Улучшает Микроциркуляцию В почках И способствует Улучшению Работы почек Вот это и есть Программа Профилактики Сахарного диабета Как часто пьется Программа Калавада Два раза в год Первые Два-три года А затем Весьма вероятно Что вам достаточно Один раз в год Хотя я знаю Массу людей Которые приходили Ко мне и говорили Я вот три месяца назад Пропил А можно мне еще раз Ничего страшного С вами не произойдет Только польза Но просто наступает Такой момент Когда организму Это не нужно Так часто И в плане профилактики В плане защиты Очень мощной Надежной Самый важный Организм Самый важный продукт По защите И профилактике Продукт Который имеется Только у нас С вами в руках Больше ни у кого Продукт Патрика Фланагана Микрогидрин По поводу микрогидрина Я завтра прочту Подробнейшую лекцию А сегодня Мы только скажем Что нет Более мощного Антиоксиданта В мире Самый мощный Антиоксидант Который борется Со свободными Радикалами И не важно Это свободные Радикалы Которые попали К нам внутрь Из-за Экологической Обстановки Или это Свободные Радикалы Которые Образовались В результате Естественного Обмена Веществ Или в результате Жизнедеятельности Вирусов Бактерий Простейших Глистов Или дрожжевой Инфекции Мощнейший Антиоксидант Мощнейший Защитник Наших клеток Который Способствует Еще и тому Что в клетку Поступает Больше кислорода И у нас С вами появляется Больше Энергии Если мы с вами Поговорили О профилактике Сахарного Диабета То нужно помнить Вот мы пропили Программу Калавада А дальше Что? А дальше Нам нужно Только одно На самом деле Нам нужно Сбалансированное Питание И вот Блестящим Продуктом По сбалансированному Питанию Является Упаковка Жизни Куда входит Коралловая Вода Наша с вами Куда входит Активин Содержащий Все витамины Микроэлементы Мощные Антиоксиданты И пробиотики Куда входит Формула Ройл-1 Ройл-1 Это формула Содержащая Пробиотики Не так-то просто Бороться С дисбактериозом И иногда Недостаточно Просто пропить Программу Калавада Сюда входят Пробиотики И ферменты Ведь мы с вами К сожалению В нашей традиции Северных народов Не живем мы в Африке Не пытаемся Исключительно Бананами Авокадо Ананасами А питаемся мы с вами В основном Термически обработанной Пищей В которой ферментов Уже нет Перегружая Ферментативную функцию Поджелудочной железы Более того Недопереваренные Отходы Это Недостаток Ферментов В нашем питании Поэтому Идеальным продуктом Является Формула РОЙЛ-1 Содержащая ферменты Способствующие Расщеплению Веществ Нормальному Их усвоению И вот этого Вот пожалуй Достаточно Для профилактики Ну а теперь Давайте поговорим О больных С сахарным диабетом Я хочу прерваться На минуту Больные С сахарным диабетом Давайте мы сейчас Не будем говорить О первого или второго типа Первое что нужно сделать Это обратиться К эндокринологу Обязательно Наблюдение Эндокринолога Второе Что обязательно Нужно сделать Это Приобрести Тестеры Которые Помогают вам Регулярно Определить Уровень Вашего сахара Потому что Если больные С сахарным диабетом Не отслеживают Колебания Сахара И раз в месяц Сдают анализы То может Получиться Так что Весь месяц У них Сахар Был повышен Они об этом Не очень знали Особенно Если цифры Небольшие А урон Сосудом Уже нанесен Поэтому Мы с вами Наша с вами Основная задача Работать С врачами Эндокринологами Обязательно И заниматься Профилактикой Но если уже Человек болен Что мы можем Предложить Больные С сахарным диабетом Первого типа Обязательно Коррекция Инсулином Но учитывая Что у них Идет Большой Серьезный Нарушение Обмена Веществ То мы им Безусловно Рекомендуем Коловаду При этом Предупреждаем Чтобы они Следили за Уровнем Сахара Каждый день Потому что К концу Коловады Обычно Они снижают Уровень Инсулина Поэтому Это нужно Делать Грамотно И дальше В связи с тем Что у них Серьезное Нарушение Обмена Веществ Нам нужно Сбалансировать Белковый И жировой Обмен И вот Идеальными Продуктами В этом плане Является Спирулина Я хочу Подчеркнуть Чем наша Спирулина Отличается От всех Видов Спирулины Спирулина С микрокластерами Эту Спирулину Производят На заводах На плантациях Отца спирулины Кристофера Хилза Это высочайшее Качество Кстати Знаете ли вы Чтобы для того Чтобы спирулина Была полноценной И давала Все то О чем обещают И так много Пишут Обязательное Условие Это Солнечный свет И чистая Щелочная Вода Если же Спирулина выращивают В грязных водах То К сожалению Она Не приносит Столько пользы Сколько От нее Ожидают Так вот Спирулина Еще и Содержащие Микрокластеры А это значит Что усвоение Повышается В три раза Это значит Что мы с вами Рационально Тратим Деньги Получаем Полный Эффект Спирулина Является Идеальным Поставщиком Белка Он Усваивается Лучше Чем Говяжий Говядина Усваивается На 20% Спирулина На 95% Полноценный По аминокислотному Составу Содержит Целый ряд Витаминов Микроэлементов Блестящий Продукт Для питания Для сбалансированного Обмена Веществ Или Второй продукт О котором я бы Обязательно сказала Это Суперпища Дона Бах Приезжавшая К нам Долго вздыхала Восторгалась Нашей суперпищей И говорила О том Что это Фантастический Продукт Потому что Сюда Входят И проросшие Пшеница И овес И сюда Яблочные Пектины Сюда Входят И кел Кстати Очень часто Снижается Функция Щитовидной Железы Замедляется Обмен И склонность К ожирению Кроме всего Прочего Сюда В суперпищу Входят И спирулина И морские Водоросли И целый ряд Питательных Других Веществ И главное Сюда еще Входят Пробиотики Идеальное питание И наконец Royal Nutrition Коктейль Одна чайная ложка Там есть специальная ложечка Поскольку я сама это пью Я могу с вами Поделиться У кого самое большое количество Результатов Могу даже угостить Вот такая ложечка На стакан Несладкого Сока Можно в воду Это прекрасное питание Это белковое питание Сбалансированное По витаминам Микроэлементам Аминокислотам И кстати Сюда тоже Входят Пробиотики Это сбалансированное питание И наконец Больные с сахарным диабетом Первого типа Основная наша с вами задача Это профилактика осложнений Идеальным продуктом В этом плане Является Активин Вы все помните Что в Активин входит Пикногенол 50% Пикногенола Из косточек красного винара Винограда И сюда входит Гинкобелоба Улучшающая микроциркуляцию И целый ряд Таких продуктов Как цинк Нормализующие работу Иммунной системы И сюда входит Хром Без которого Наши клетки Не работают И не узнают Что инсулин С глюкозой Пришли клетки И не пускают их внутрь Вот это Блестящий продукт По профилактике Ангиопатии И недаром У нас есть наблюдение Люди пьющие Активин Длительно Снимают очки Или уменьшают Количество Диоптрий И моя мама В свои 76 лет До сих пор Вот уже Почти 2,5 года Читает без очков Несмотря на свой Возраст И там 15-летнее Ношение очков До этого Действительно Прекрасно Работающий продукт Надо не забывать Что у Всем больным С сахарным диабетом Необходимы жиры Вопрос Какие Жиры Омега-3 Дело в том Что мы потребляем Жиры Есть Омега-3 Омега-6 Омега-9 Мы в основном Употребляем Жиры Малорастворимые Образующие Тот самый Холестерин Нерастворимый Который И пропитывает Стенки Нашего сосуда Но Текучие жиры Это и есть Жиры Омега-3 Вот в этом Продукте Омега-3 60 И находятся Те самые жиры Которые так Необходимы Для восстановления Эластичности Клетки Чтобы клетка Была Проницаема Для питательных Веществ Ну и кроме Всего прочего Омега-3 60 Способствует Профилактике Атеросклероза Улучшению Работы Головного Мозга Улучшению Зрения Улучшению Эластичности Кожи Ну и Наконец Поскольку Больные Сахарным Диабетом Первого Типа Очень Часто Запускается Аутоиммунный Процесс Нам с вами Нужно Восстановить Нормальную Работу Иммунной Системы Первое Что для этого Нужно сделать Пропить Калаваду Очистить Организм А вот Затем У нас Есть целый Ряд Продуктов Которые Помогают Восстанавливают Нормализуют Работу Иммунной Системы И король Среди Всех Продуктов Это Молозиво Молозиво Которое Не только Содержит Иммуноглобулины Целый ряд Ферментов Кальций В хилатной Форме Лактоферин И другие Продукты Но Главное Что в одной Капсуле Мы получаем И лекаря И учителя Потому что Когда человек Пьет Молозиво Он как бы заново Обучает иммунную Систему Правильно Распознавать Свой Организм Недаром Называется Иммуномодулятор Не стимулятор А иммуномодулятор Вот Молозиво Это базовый Продукт Для больных Сахарным диабетом Учтите Что здесь нет Козеина Поэтому аллергии На него Я еще не встречала Ни разу Не бывает Блестящий Продукт И действительно Укрепляет Иммунную систему Кстати Учтите Что склонность К частым простудам Инфекционным заболеваниям У больных Сахарным диабетом Связаны Со снижением Функции Иммунной системы Но и любое Инфекционное Заболевание Ухудшает Состояние Больных Сахарным диабетом Вплоть До резких Колебаний Сахара Вплоть до Возможности Развития Комы Поэтому Главная Наша задача Не болеть Ну и Если уж так Случилось Что какую-то Острую инфекцию Мы с вами Подхватили Этот продукт Который я называю Секрет Безопасности Жизни Вот вы все Ставите двери С замками Правда Элементарная Грамотность Безопасность Собственного дома Купили машину Обязательно Сигнализация Элементарная Грамотность Безопасность От угона Но надо В доме Для самих Себя Иметь средство Которое Является Мощным Профилактическим Средством Это Калоидное Серебро Люди Принимают Антибиотики В том Случае Если они Халатны Безграмотны И дурно Относятся К себе Потому что Если вы Не доводите Себя До приема Антибиотиков То вы Не получаете Всех Осложнений Антибиотиков Калоидное Серебро Должно Быть в доме Вне зависимости От того Вы сегодня Подхватили ОРЗ Или нет Это должно Быть Всегда Дома Калоидное Серебро Одночайная Ложечка Под язык И это Останавливает Развитие Гриппозной Вирусной Инфекции Особенно Опасной Для больных Сахарным Диабетом И это Профилактика ОРЗ Бронхитов И прочих Неприятностей И кстати Калоидное Серебро Блестяще Воздействует На Выделительную Систему На почки И поэтому Это профилактика Всех почечных Инфекционных Проблем У нас У нас Орган Печень Печень И вы И вы готовы Деньги Положить В сейф Но вы Забыли Код Вот Код Открывающий Клетку Для глюкозы И инсулина Это Хром Поэтому Идеальным Продуктом Необходимым Нам с вами Для Восстановления Улучшения Состояния Здоровья И восстановления Нормального Здоровья У больных Сахарных Диабетом Давайте запишем Программу Первое Калавада Коралловый Кальций Алкомайн Кристаллическая Энергия Это первый Этап Первые Две Недели И обязательно Контроль За собственным Сахаром Коралловый Кальций И Кристаллическая Энергия А после Этого В программу Включается Микрогидрин Самый Надежный Защитник Клеток Ройл-5 Идеальная Формула Потому что Содержит Чеснок Как профилактика Атеросклероза Как Защита От инфекций И как Улучшение Работы Восприятия Клеток И сюда Входит Хром В виде Полинекотината Хрома Вот Это Необходимо Человеку В том Случае Если у него Сахарный Диабет Второго Типа И я бы Добавила Еще и Формулу 1 То есть Ферменты И Пробиотики Или Вместо Вот этого Вместо Формулы 5 Замечательный Продукт Эндурамакс Особенно Больным С повышенным Весом Почему Потому что Сюда Входит Хром В виде Полинекотината Сюда Входит Цитримакс А что Делает Цитримакс Цитримакс Блокирует Фермент Который Перефодит Гликоген В жиры И наша Центральная Нервная Система Получает Сигнал Все Депогликогена Заполнены Кушать Я Не хочу И наша С вами Тяга К сладкому Мучному Это такая Токсикомания Как Тяга Кофе Сигаретам Наркотикам И алкоголю Так вот Борьба С тягой К сладкому И перееданию Это Эндурамакс Кроме Всего Прочего Сюда Входит И оптицинк Моделирующий Работу Иммунной Системы Итак Продуктом Выбора Для больных С ожирением Является Royal Nutrition Питание Полноценное Вы утром Поели Целый день Есть Не хотите Но это Используется В качестве Перекусов Между Завтраком Обедом И ужином Или Между Двумя Приемами Пищи Три Перекуса Совершенно Замечательно Сбалансированное Питание И Эндурамакс И не забывайте Пожалуйста Жирные Кислоты Обязательно Какого бы Типа не был Сахарный Диабет Это Обязательно Омега Три Три Шестьдесят Вот эти Продукты Жизненно Необходимы И В качестве Профилактики Периодически Я бы Рекомендовала Продукты Повышающие Нормальную Работу Иммунной Системы Калоидное Серебро Фестфуд И такой Волшебный Продукт Как Алоэ Манан Одна Капсула Тридцать Миллиграмм Чистого Живого Сока Сока Алоэ Повышающие Защитные силы Нашего Организма Улучшающие Работу Пищеварительного Тракта И Способствующие Заживлению Всех Микротравм Всех Мини-язв Эрозий Желудочно-кишечного Тракта Вот Пожалуй Все основные Продукты О которых Я бы Вам Хотела Сказать Если Мы С вами Вернемся К Началу К Самым Главным Проблемам То мы Должны С вами Согласиться Что К сожалению Очень Часто Люди Недостаточно Серьезно Относятся К своему Здоровью За это Приходится Платить Гораздо Дороже Чем За сломанный Автомобиль Ведь В автомобиль Не заливают Паршивый Бензин Или Грязное Масло Наш Организм И наше Здоровье Стоит Гораздо Дороже Поэтому Для того Чтобы все Здесь сидящие Не заболели Сахарным Диабетом Нам с вами Что нужно Делать Нужно Заниматься Профилактикой Головада Упаковка Жизни Периодическое Повышение Работы Иммунной Системы Молозиво Калоидное Серебро Для больных Сахарным Диабетом Не отговаривайте Не обещайте Что вы можете Их убрать С инсулином Ни в коем случае Вы можете Нанести Большой вред Мы можем Только скоррегировать Обмен веществ И возможно Им понадобятся Меньшие дозы Инсулина Больные Сахарным Диабетом Второго типа Наша с вами Задача Привести их К полному Отказу От лекарств Но только С согласия И под контролем Врача-эндокринолога Это диета Это активный режим Движений И это Компенсация Нормальная Обмена веществ И не забывайте Бывает так называемый Сахарный диабет Третьего типа Или такая Парадоксальная надпись Инсулин Независимый Сахарный диабет С потребностью В инсулине Когда это Случается Когда Собственный Инсулин Вырабатывается Но недостаточно А клетки Не воспринимают То есть Есть Патология С двух сторон Вот Наша с вами Задача Этих Пациентов Максимально Улучшить Обмен веществ С тем Чтобы восстановилась Восприимчивость Клеток К инсулину Вот Вести информацию О возможности О возможности Здоровья Абсолютно Всем людям Которые Окружают В первую очередь Тем людям Кого вы Любите 100 грамм Профилактики Много полезнее И дороже Чем Много эффективнее Чем целый Килограмм Лечения Здоровья вам Счастья вам Всего вам доброго Как да В станции Калавады Снижается уровень Инсулина Не инсулина А глюкозы Я прошу прощения Я оговорилась Я бы хотела вам Привести живые примеры Наши наблюдения Одно из наблюдений Которое потрясло меня Два года тому назад Это семья Валичевские Отец и мать Больны сахарным диабетом Кстати Если в семье Есть родители Больные сахарным диабетом Человек особенно Должен беспокоиться О том Чтобы к этому Никогда не прийти Так вот Мать Отец больны сахарным диабетом И их сын Насколько я помню 19 лет Молодой человек Страдает сахарным диабетом Инсулин зависимым У него цифры сахара 20-22 Это вообще конечно Абсолютное безграмотное лечение Он принимает Большое количество инсулина И в тот момент Когда он встретился С нашими сотрудниками У него были Тяжелые осложнения В виде одышки Отеков Отечность по грудную клетку У него было нарушено зрение Он видел на уровне Свет и тень Принимая упаковку жизни А мы с вами говорили Что в упаковке жизни Есть коралловые кальции Нормализующие гомеостаз Все микроэлементы Витамины Пробиотики Он избавился от отеков Он стал самостоятельно Двигаться Ходить Стал ухаживать самостоятельно За собой Но зрение конечно Мы ему уже не можем вернуть Необратимые изменения Наступили на глазном дне Его мать пришла ко мне И сказала Я конечно вам очень благодарна За сына Но где вы были Пять лет назад Возможно Если бы мой сын Тогда начал принимать ваши продукты Он бы никогда Не стал инвалидом Вот эта история Меня настолько потрясла Что я сегодня Говорю всем Кто хочет меня слушать И даже тем кто не очень Хочет меня слушать Я обязательно предоставляю Информацию всем У нас в Одессе Наблюдение Николай Панасюк Больной с сахарным диабетом В течение 5 лет У него цифры сахара 12-13 Достаточно беспечный К себе относящийся человек И вот он начал пить Манинил Почитал Что бывает Когда длительно принимают Сахароснижающие таблетки Очень расстроился И в это время Его жена познакомилась С нашими сотрудниками И привели к нам в клуб Он пропил коловаду У него Причем манинил Он вообще самостоятельно отказался Я ему нисколько этого не советовала Он уже за несколько недель До этого отказался от манинил Он пропил коловаду У него нормализовался полностью Сахар крови 5,8 6,6 Сахар крови постоянно Прекрасно себя чувствует Но он уже имеет осложнение В виде ангиопатии Нижних конечностей То есть ему нужны сейчас Продукты Восстанавливающие Микроциркуляцию И если он не нарушает Диеты Ну вы же понимаете Собутыльники Там События всяческие Вот То есть люди Которые его Благодарят Там Если он нарушает Диету То в результате У него повышается Сахар Я по этому поводу С ним борюсь Но слава богу Прислушивается Прошло уже Семь месяцев От момента Когда он пропил Коловаду Вот сейчас он берет Второй раз Коловаду У него цифры сахара Постоянно он их мерит Постоянно На нормальном уровне За исключением Нескольких раз Когда вот Были празднества Последний Один из последних случаев Ко мне обратилась Пациентка Которая пропила Коловаду Вольная с сахарным диабетом Второго типа Цифры сахара У нее колебались От Девяти До девятнадцати И она уже принимает Манинил И несмотря на это Цифры никак не опускались Ниже десяти Она стала пить коловаду И у нее сахар Снизился До шесть Восемь Семь И четыре И она пришла ко мне Только с одним вопросом Вот у меня сейчас улучшилось Что мне делать дальше Чтобы сахар не увеличился И мы с ней договорились О том Что она будет принимать Наши продукты Улучшающие Микроциркуляцию Обмен веществ Но если при этом В течении месяца Полутора Двух У нее сахар не вернется К нормальным цифрам То При консультации С эндокринологом Возможно Ей придется Принимать инсулин Очень небольшими дозами Потому что Самое большое заблуждение Это Чуть-чуть повышенный Сахар крови И беспечное отношение К нему Все равно Всегда ведет за собой Осложнение Более того Сегодня Многие эндокринологи В разных городах Особенно Вот в Нижнем Новгороде Заинтересовались Работой Наших продуктов Больных с сахарным диабетом И отмечаются Больные с сахарным диабетом Инсулинзависимые Могут снизить Дозы инсулина Улучшается Их общее состояние Уходит Вялость Раздражительность Нарушение сна Появляется Больше энергии А больные с сахарным диабетом Второго типа Если они Четко соблюдают Диету Вплоть до Того Что они могут Отказаться От сахароснижающих Догулетов При обязательном Условии Они должны Регулярно контролировать Свой сахар Вот такие у нас Наблюдения есть И я думаю Что это очень важно Для всех больных С сахарным диабетом Мы можем дать им шанс Потому что Если неправильно Изначально Определена причина Больного посадили На инсулин При сахарном диабете Второго типа К сожалению Он с годами Через 5 лет Он переходит В полную зависимость Да Скажите пожалуйста А если У вас больной С панкреатитом Есть у нас Больные с панкреатитом Совершенно Замечательные Ситуации По поводу Панкреатита Я вам хочу Сказать что Панкреатит Это Острое Или хроническое Воспаление Поджелудочной Железы У нас было Несколько наблюдений Острый Реактивный Панкреатит В ответ На отравление Молодая девушка Стройная Как береза Решила похудеть Еще больше Яблочный уксус Столовыми ложками Естественно Вызвала себе Реактивный Панкреатит Классически протекающий Высокая температура Опоясывающие Боли Тошнота Язык обложен Врач На Ультразвуковом Обследовании Посмотрел Сказал Срочно Госпитализировать Стационар Мы дали Микрогидрин И активин Два Самых мощных Антиоксиданта В течение Первых Получаса У нее Немножко Поднялась Температура И в течение Следующих Получаса Она опустилась До нормы Боли прошли И на следующий день Она себя чувствовала Абсолютно нормально Но продолжала Принимать Микрогидрин И активин И на третий день Она ушла на работу Причем врач Когда узнал Что это действительно так Он сказал Такого быть не может Потом заинтересовался Нашими продуктами И сегодня с нами Активно сотрудничает Но честно говоря Для того Чтобы восстановить Нормальную работу Поджелудочной железы Однократного Вот приема Микрогидрина Активина Абсолютно недостаточно Безусловно Все начинается С программы Калавада С программы очищения Калавада Коралловой кальций Кристаллическая энергия Не переносит Не переносит чего? Калавад Чего? Порошок или таблетки Вообще? Вообще там Сбой дает Все Что значит сбой? Ахпонос начинается Ахпонос начинается Мои дорогие В каждой программе Есть вот такой Вестик С рекомендациями Где пишется Процентное Соотношение На огромном количестве Наблюдений Где говорится Что если у пациента Это редчайший случай Это не специфический язвенный калит Не специфический язвенный калит Не является противопоказанием К приему Калавады Да Но убрать Крушину Можно Убрать Сначала одну таблетку Убрать Если много То и вторую Убрать Более того Я бы вам порекомендовала Провести подготовительный Этап То есть Чтобы она попила Сначала просто Коралловую воду И молозива Коралловую воду И молозива И потом добавить Микрогидрин С небольших доз А потом калаваду И это принимали Значит Индивидуальный В таком случае Подход Необходим И вот поэтому Необходима Диагностика С тестированием Индивидуальной Переносимости Потому что Бывают Безусловно Такие ситуации Крайне редко Но бывают Когда У человека Есть либо фермент Апатия Либо уже Далеко зашедший Ситуация Нужно Оттестировать И поэтапно Продвигать наши продукты Более того Я вам должна сказать Что наши продукты Идеальны Они работают На всех Но бывает Ситуация Когда у человека Сегодня В силу Накопившихся проблем И обстоятельств Сегодня ему Лучше начать С минимальной программы И только потом Приходить К полным программам Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...